Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на обзоры от Pablita! Сегодня у нас, как всегда, интересный гость. Это дайверский фонарь D10 от известной фирмы LUMIN TOP. Познакомимся с ним поближе. Вот, вы видите, что упаковка крайне маленькая. Вот такой необычный тубус, который закрыт крышками с торцов. Вот внутри, открываем, находятся три запасных прокладки, инструкция, собственно, фонарь. Так, что же себя представляет фонарь? Вот, вы видите, достаточно небольшая конструкция, но при этом добротно собрана. От собратьев его выделяет вот такое вот наличие крепления на ремешке маски. Оно плотно закреплено на корпусе. Разберем его на запчасти и посмотрим, что у нас есть. Итак, головная часть фонаря, вы видите. Вот, стекло просветленное, достаточно выраженное фиолетовым оттенком. За ним глубоко утопленное, кстати. Вот, располагается диод в рефлекторе, глубоком параболическом мятом. Пыли нет. Очень хорошо, что стекло глубоко утоплено. Не будет возможности оборудованием и чем-то разбить его. Вот, на головной части вы видите проточки для удобства включения фонаря и откручивания. Вот, так как фонарь у нас подводный, вы видите целых три хорошо смазанных резиновых прокладки и длинная мелкая резьба для того, чтобы голова не открутилась у фонаря, когда вы крутите-закручиваете. Вы можете рассмотреть контактную группу, корпус батарейного отсека, пружина, которая прижимает батарею, контактно-группная головная часть фонаря одновременно является контактом, минусом, собственное крепление, торец, и я привязал дополнительный шнурок для того, чтобы фиксировать фонарь на маске, потому что всякая может быть под водой. Для питания используется обычная батарея или аккумулятор формата АА. Вы видите, какой длинный ход у резьбы пока фонарь не включится. Это сделано для того, чтобы голова сама не раскрутилась, головная часть, я ее головой называю. Включение происходит докручиванием, переключение режимов происходит быстрым докручиванием. Видите, три режима, на максимальном он цветит достаточно ярко, максимум 80 люмин. Цвет, кстати, теплый, нейтрально теплый, очень приятный. Вот такой вот фонарь. Давайте попробуем его закрепить на маску. Я правша, поэтому мне будет удобнее его крепить с правой стороны. Чуть-чуть перенатягиваем ремень. Вставляем. Таким вот образом получается маска прикрепляется. Вот. И выглядит следующим образом. Я еще дополнительно буду привязывать его к маске, для того, чтобы он не упал. Вот. Видите, такой вот аналог налобника на дайвинге. Фонарь аккуратный, легкий. Не влияет на баланс. В принципе, будет хорошим подспорьем для тех, кто хочет посмотреть себе на компьютер, потому что ярким фонарем основным это делать не стоит, потому что блики от стекла могут ослепить. В целом, фонарь очень аккуратно сделан, как я уже говорил. Небольшой. И хорошо светит. Более подробно остановлюсь на нем в своем блоге. Спасибо, что читаете и смотрите нас. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok